Это Иисус в нас. Что там, бесплатно раздают, что дают? Чай. Чай. Пряники. Пряники. Я раскрою эту историю, ладно. Вообще, служили мы года три назад, и служили в одном городе. И мы тогда были еще неопытными в плане организации. И обычно, допустим, мы там три часа проповедуем, рвем горло, потом все идут обедать. А нас сто один, то другой, третий, четвертый. И два часа мы за кого-то молились. Все приходят сытые, а мы голодные. И еще три часа. Короче, и уже вот, ну, горло уже содрали. Уставшие, голодные, в туалет не ходившие. Короче, я сегодня, это собрание такое уже. Я уже чувствую, радиатор кипит. Кипит уже. И я там, ну, закончил быстренькое собрание. И говорю, все, перелив. И, а там вот, ну, как бы, там вот дверь, туалет был. И я туда быстренько. А меня там то один схватил, то другой схватил, то третий. Помолился на одного, другого, вот там, бесовый, пять. И в итоге я вот, ну, такой, с кафедры вот, пошел в двери, оказался вообще в другом конце. Вот так вот. Ну, я чувствую уже, ну, часа два я уже так вот пытаюсь дойти, но уже не могу. И я такой рывок. Меня там то один, то другой тормозит. Я говорю, нет, нет, в сторону, в сторону. И уже перед дверью такой брат такой. Раз, встал, перед дверью. Я слышу, ты говоришь из горла. Нужно и с диафрагмой руки держать. С диафрагмой. И уйди из глаз моих сейчас же. Да, мы пытаемся контролировать этот процесс. И даже если мы говорим, не подходите к нам, вам нужно отдохнуть, все равно подходят. Хоть некоторые и не подходят, но и ничего. Друзья, мы будем, не переживайте. Вы знаете наш принцип, мы за всех помолимся, на всех возложим руки. За помазание, за прорыв, активацию, все. У нас будут эти дни за исцеление в один день, за освобождение. Вот все сферы постараемся покрыть. Но вы должны понять, что это не даст вам стопроцентную победу. Потому что стопроцентная победа зависит от вас. Применение. Применение. Нет такой таблетки. Нет такой таблетки. У Иисуса не было такой таблетки. Понимаете? Он как бы демонстрировал, учил, и дальше человек должен был что-то делать сам. Поэтому вот так вот двигаемся. Осталось здесь немного, я думаю, даже меньше, чем за час, мы все это покроем в принципе. И будем практиковаться. Вы готовы практиковаться? Все уже настроены? Уже горят пятки? Да, да, да. Это уловие. Это уловие. Вы будете делать все, что я скажу? Да. Саша знает, я не буду так подшучивать. Я вообще люблю подшучивать. Учись всех молдавскому юмору. Не все понимают его сразу. Подходит женщина такая, просит, чтобы помолиться. То ли за дочку, то ли за сына. Я говорю, я помолюсь, но для этого нужно, чтобы отжались 10 раз. Она такая, в стойку становится все. И вот, ну часто говорю, и все начинают сразу же делать. Причем даже это никак не связано с той нужной, о которой я говорю, но она рассказывала. Ну, в факте того, что вот, слава богу, что люди вот такие доверчивые. Ну, с одной стороны, это плохо, а с другой стороны, хорошо. Послушаем. Да. И вот такое. Так что я поэтому спросил, все будете делать? То, что я скажу. Так, аллилуйя. Двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Значит, первый такой, самый большой и самый простой. Вот пункт, получение откровения. Самый большой и самый простой. Вы увидите, сейчас это не практиковать, у вас будут на раз. Просто вот потоком будут течь, всякие там откровения, видения, ощущения будут. Все, это очень просто все. Второй пункт, повинящее. И посложнее. Я вам скажу, что он поменьше, но он посложнее, принципы. А третий пункт, он вообще маленький, но он самый смелый. Ну, самый сложный. Да все, кто применит в своей жизни. Все откровения. Истолкование. Второй пункт, истолкование откровения. А первый был? Первый был получение откровения. Да, это был истолкование откровения или принципы истолкования. Вот так можно сказать. Принципы истолкования. Так несколько. Там все тоже очень просто. Знаете, смотрите. Я когда был, читал Библию в первые разы, меня смущало одно место. Писание. Деяние 20 глава. Я просто хочу вам прочитать. 22 стих. И вот ныне я по влечению духа иду в Иерусалим. Не зная, что там встретится со мной. Только дух святой и по всем гранд свидетельствам говорят, что узы и скорби ждут меня. Апостол Павел во время того, как он прощался с другими пастырями, он говорит, я ныне по влечению... Можно, вот предыдущий стих. По влечению духа иду в Иерусалим. Вот обратите внимание на это слово. Влечению духа. Да? Смотрите дальше. Деяние апостола 21, 24 стих. Это дальше он уже идет в Иерусалим. Он едет в Иерусалим. Он идет в Иерусалим. В тире мы нашли учеников и пробых у них 7 дней. Они по откровению духа убеждали Павла не ходить в Иерусалим. Внушение. Это же современный. Современный, да? То есть тот шел по влечению... Они по влечению духа убеждали Павла не ходить. Я когда читал, вот это место, когда было еще много в обращении, я не мог понять, как не помню, тогда или нет. То есть, что вообще дух говорит? Павел говорит, ты дух, а другой говорит дух. Ну, они говорят, нет. 21, дальше, 8, 14 стих этой же главы. На следующий день мы отправились оттуда, пришли к Кесарию, были в доме Филиппа Благовестника, у него было 4 незамужних дочери пророчицы. После того, как мы пробыли там много дней, из Иудеев пришел пророк по имени Агап. Он подошел к нам, взял пояс Павла, связал им себе ноги и руки и сказал, Дух Святой говорит, это тоже, наверное, сомненно-переводичная. Так иудеи в Иерусалиме свяжут, и дадут в руки и язычники того, кому принадлежит этот поезд. Когда мы это услышали, то и мы, и местные, стали умолять Павла не ходить в Иерусалим. Да, смотрите, умолять, начали, не ходить в Иерусалим. А вначале апостол Павел говорит, что у нас на этой главе? Я по причине духа иду в Иерусалим. А тут говорит, не ходи в Иерусалим. А где по внушению духа говорили, не ходи в Иерусалим. Странно, да? Но Павел на это ответил, зачем вы плачете и разрываете мне сердце? Я готов не только быть связанным, но и умереть в Иерусалиме ради имени Господа Иисуса. Когда мы поняли, что он непоколебен в своем решении, мы умолкнули, сказал, пусть будет воля Господа. Господне, да? То есть, смотрите, можно получить откровение, но при этом так и не понять, какая же воля Божия. Апостол Павел в самом начале, он знал, что в повлечении духа идет в Иерусалиме, и ему нужно там быть. Там, где он приходил, ученики так же, и даже он говорит, по всем городам мне это говорят, так же убеждали его, по откровению духа, не ходи в Иерусалим. Не будешь он, не будешь его, лоп-ло. Закипел радиатор или что? Иерусалим, павел. Давай, чтобы не в Новый сразу же. Новый Иерусалим. Что-то происходит. Слушайте, вообще, чертовщина какая-то происходит. Там микрофон за свет. Религиозные бесы песнуются. Много церквей. Много церквей собиралось. Много церквей собиралось. Ну да. Здравствуйте, в динамидации. Много церквей. Много церквей. Ежать в бесы, как в церковь, в конце концов. Да мой дом, я мой житель. Ой, господи. Господи. Вот потом анахомы передают. Такие слова. Эти же бесы. Они потом услышат и скажут, а потом анахомы передают. Ладно, давайте. В чем причина разногласия? Разногласий не было. Апостол Павел просто истолковал откровение, которое он получил. А все остальные просто получили откровение, но не толковали. А по своей эмоциональным и душевным составляющим пытались действовать на основании этого откровения. Если вы хотите действовать в пророчестве, вам нужно решить все свои душевные проблемы. Эмоциональный. И быть исцеленным человеком. Исцеленным и свободным от тех факторов замешательства, которые вы можете испытывать в обороне истолкования. Вы видите, люди пытались на эмоциях, у них была душевная привязанность к апостолу Павлу. Ну и нормально. Но вот на этом сыграли. Они получили откровение, а истолковали его совершенно противоположное тому, что Бог хотел. То есть апостол Павл четко и ясно объяснил. Они сказали, ну все, ладно, пусть нет воли Господней. А до сих пор они говорили против воли Господней. Откровение получили как и те, так и те, одинаковое. Видите, как на одном откровении можно сыграть. Как в одну сторону, так и в другую. Принципы толкования очень важны. Хорошо, давайте мы посмотрим такого мощного пророка Божьего, как Самуил. Самуил. Ну, многие говорят, пророки не ошибались. Ну, вы слышали такое же, да? Ну почему я говорю, потому что вы будете ошибаться. Вы будете все равно, в своем начальном этапе, вы будете какие-то неточности говорить, понимаете? Ну, потому что как через тускло стекло гадательно написано. Поэтому это будет все. Но это должно быть как рабочие моменты, которые вы шлифуете. Это с одной стороны. С другой стороны, многие люди, которые хотят вас додавить, они будут говорить, пророки никогда не ошибались. Никогда. Ну, когда мне такие вещи говорят, я говорю, беру, наверное, разные Библии, наверное, у нас. Когда говорят, где Библия не написано, что дарам Духа учить? Я говорю, это какое Библия не написано? Я, допустим, вижу, что Библия как раз учится дарам Духа. Учится, как дарами Духа пользуются. Что нужно исцеление, а руки возмущаются. Разве это не учение? Разве не учение, что должны прийти, помазать елеем, помолиться? То есть, ну, конкретная последовательность. Конкретная последовательность с конкретными шагами. Да что-то они возмущения. Ну, вот религиозные, понимаете, это демон, он закрывает, просто застилает людям глаза. И неважно, сколько теологических образований у человека, он просто этого не видит и все. Не видит. Значит, ты ему покажешь, ну, там, к примеру, как с баптистами, я люблю разговаривать. Говорят, в Библии не написано, что все должны молиться на языках. Я говорю, дай мне твою Библию. Я беру этот самый, Библию открывает, там, желаю, чтобы вы все, помните, все, говорю. И почему-то, и слово все, вот почему-то слово все. Знаете, какая реакция обычно? Даю ему почитать. Он такой, желаю, что-то. Всю жизнь баптист. Он никогда не видел этого слова. Вот это дело, ну, закрыл, вот это три буквы, он закрыл, и он просто не видит его. Ну, почему, вот такой, да, и что-то происходит тогда. Ну, так работы, как работы, смотрите, первый царь, 16-й глава, первый стих. И сказал господству, ему или такого, да коли ты будешь печалиться о Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем и тому подобное, наполни рот твоей и пойди. Я пошлю тебя к Иисею и Вифле-Лянину, и между сыновями его я усмотрел себе царя. Я думаю, что до этого Самуил не знал, кто такой этот Иисей. Понимаете? Кто это? Он сказал, как его зовут, в каком он городе живет. Он говорит, среди его сыновей царь. То есть, ну, это откровение довольно-таки хорошего уровня. Понимаете? Это вот как мы сегодня, вот, допустим, были где. Илья говорит, наполняй масло, давай там есть, там, есть, там, допустим, там, Урупинск. И там вот улица, там, Ленина, там, Карла Марса, дом 5, квартира 8. Там семью найдешь, и там вот будущий президент России. Будущий. Вот помашил масло, скажи, Бог тебе надо благословлять. Вы представляете, он приезжает в город Урупинск, такая улица, там, такое-то там, ну, там, Мичурина улица, да? Точно такая улица. Восьмой дом, пятая квартира. Заходит точно там, там, Ивановы. Или, к примеру, там, там, глава семейства будет звать его, там, Сергея. Вот такой, то, что Сергей. И вот, представляете, это какой уровень откровения? Ну-ка, одна проблема. Заходит, у Сергея семь сыновей. Какой из них? То есть, вот, пророк, получивший этого откровения, и когда мы пришли, он увидел Ильяма, сказал, верно сей перед Господом помазанник его. Но Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его, на высоту роста его, я отринул его, я не смотрю, как смотрит человек, ибо человек смотрит в лице, а Господь смотрит на сердце. И после этого Самуил еще шесть раз ошибся. Это, вот, получил мощное откровение, и после этого, вот, в семь раз ошибся. И он уже просто методом исключения говорит, слушай, кто здесь еще есть? Последний остался. Ну, точно, вот, давайте его сюда. Самое интересное, когда он ошибался, при этом он слышал голос Бога. Бог говорит, не этот. Вот интересно. Вот, ну, только как он сказал, он с души на дух взбакал, понимаете? Просто Самуил, видимо, как, ну, еврей, как, по тому времени, то, как бы, определенные были обстоятельства, он думал, вот, значит, мы такой сильный, там. Вот эта вот душевность его играла, и вот душевность пророки, она может играть с откровением, с истолкованием. Поэтому, ну, что, вот, пророчествующие, там, вы можете, там, где-то быть несовершенным, но если вы выдвигаетесь в серьезное служение пророка, вы должны решить себе все вопросы. Иначе это будет сказываться. Будет, сто процентов. То есть, ну, мы знаем, чем закончилось. Еще интересное место, вот, опять же, Иисус спрашивает учеников, Матфея, 16 глава, за кого почитает мне народ? Помните? И что ему отвечает? Варианты, там, вот, варианты, да? А он говорит, а ты за кого меня почитаешь? И что ты, которому отвечает? Сын Бога. Сын Бога живого, ты, Сын Божий. Иисус говорит ему, блажен ты, потому что вот это откровение тебе не человек открыл. Хотя до этого, вот, если вы посмотрите Писание, Иисус часто говорил им, Сын Божий, да, что, там, Сын Божий, они, они слышали это. Очень часто, я даже помню, на одном сайте какой-то, какой-то, ну, не знаю, не антихрист, ну, как бы, непросвещенный человек, атеист, он нашел такие места, там, разные из Библии, знаете, как бы, которые опровергающие. Смотрите, вот, Иисус сказал, что тебе открыл от Отец Небесный. А то показывает много мест Писания, когда до этого было им сказано, что это Сын Божий. На самом деле, он не понимает, что они говорили, но они не слышали. И Петр не слышал. Было откровение Петру, что это Сын Божий, понимаете, Иисус, Христос, Сын Божий. И Иисус говорит, ты, ты, Петр, блажен, потому что тебе это открыл Отец Небесный, да? И он начинает, говорит, я на этом камне построю Сын Церковь. Кофе? Мне не пью его. Ну ладно, выпьем. Потом расскажу историю про стакан с водкой. Сейчас я закончу, я расскажу про стакан. Значит, и он говорит, ты, Сын Божий. И Иисус начает ему рассказать. Говорит, вот на этом откровении я построю там, ну там вот такое место с кожанкой. Петр, да, вожрада не одолеет. Некоторые говорят, что он имеет как бы такую игру слов, и он как бы говорит, ты камушек, а я вот на камне. То есть, вот этот камень был, само откровение, что ты Христос и Бога живого. То есть, это был камень, на котором построилась церковь. Ну вот, ну не вне суть. Суть в том, что Иисус начает рассказать, как это будет происходить, что ему отлежит пострадать, и тому подобное. Он как бы вытекает из этого откровения, дает из толкования. И что после этого делает? Завет в сторону. Ты че? Пожалей себя. Ты что делаешь? Ну как бы, зачем ты такие вещи говоришь? И что Иисус ему говорит? Отойди от меня, сатана. Смотрите, шаг от самого мощного откровения на свете до абсолютно противоположного, это несколько секунд. Ну минута. Только что он получил величайшее откровение всех времен и народа. Ты Христос, Сын Бога живого. И тут же ему Иисус говорит, отойди от меня, сатана. То есть, вы должны понимать, что вот в пророчестве вот в один момент можно там вот раз и другую калипоте. В один момент. Тут мы смотрим. Хорошо, последнее место, потом скажу про стакан с водкой. Еще одно место, которое показывает, что очень важно истолковывать. История, десятая глава Деяния апостола. Апостол Петр поднимается и на крышу, будучи голодным, и впадает в вступление, в их стазис, в транс. Он впадает, и он видит интересное видение. Не забывайте, что он был просто голодный. И он видит, спускается это полотно, нечистые животные. И Бог ему говорит, ты Петр Голодин, заколи и ешь. Он говорит, я не могу, я не буду есть, Господь, я ничего нечистого не ел, никогда. Он говорит, что я очистил, кого не почитай, нечистый. Он говорит, так три раза было. И что-то я не видел, чтобы Петр побежал в Юнисалим и быстро говорит, мне открыл Бог, что мы можем есть все. Написано, что после этого он размышлял, что бы значило это видение. Ведь апостол Петр, он пережил мощный транс, он пережил мощное видение. Понимаете? И вот, очень часто я замечаю, когда люди переживают какое-то мощное видение, они на эмоциях начинают, аааа, знаете, сразу какая-то гонка. И они делают очень много ошибок. Очень много. Апостол Петр, он евреем был все-таки. Он справился. Он понимал, что с такой и убить могут. Я подумал, наверное, лучше поразмышлять. Может быть, другое имеется в виду. Ну вот, за многие откровения могут убить, я вам скажу. Даже если не физически, но морально и вообще святой поджопник могут дать тебе прямо такое, с пылью там. И он начал размышлять. И потом пришел из дома Корнилия люди. Он пришел в дом Корнилия. Корнилия рассказал свое видение и после этого апостол Петр говорит, мне Бог открыл, что я не почитал никакого человека нечистыми или скверами. Вообще, притянуто за уши, за уши просто притянуто, как бы, истолкование. Ну, какая связь? Вот там была полотон, животные, он был голодный, заколи и ешел и отказывается истолкование этого, что не почитать ни одного человека нечистым или скверхом. Вообще, ну, то есть, понимаете, как важно толкование? если Петр побежал в Берусалим, у него большие проблемы были. Он бы, он бы, он бы, первым мучеником не был. То есть, понимаете, да? То есть, хотя и такое толкование, он тоже правит. Такое, но в данном моменте это вот было вот и сказано об этом. То есть, мы видим, что без истолкования правильного может такого творить, может такие проблемы попасть, что лучше вообще не стоит. Ладно, расскажу про стакан. Сейчас уже конкретно вам скажу пару шагов про правильно толковать. Просто, я когда, значит, я тоже такой лягушка-путешественница, у меня папа военный был, я так говорю, что 18-ти обычно в армию пошли, я только с армии ушел. Уже постоянно с папой по всем военным городкам постоянно, я вот, ничего, кроме до 18-ти лет, когда мой папа вышел на пенсию, я вообще никакой другой жизни не знал, кроме этой военной. первое, когда, ну, мне исполнилось 18-ти, первое, что я в армию не хочу, я сказал, я не хочу больше в армию, но не суть. Мы, как бы, все советского времени, беременне, папа был военный, и мы там то в России жили, на Украине, в Германии, в Германии, как раз союз рухнул, и мы вернулись в Молдавию, когда это уже был не СССР, а вот отдельное государство. Я приехал, тогда вообще румынский, как раз там национализм такой, русских видели и говорили, чемодан-вокзал в Россию, то есть, как бы, собрал чемодан на вокзал и в Россию спали. То есть, ну, как бы, такое, не хотели с тобой по-русски разговаривать, даже если ты говоришь, ну, сейчас рыночные, рыночные отношения, они все исправят, что там, на тебе русских любят. Ну, как бы, дурости уже, как бы, ушло. Ну, и, вот, там, война началась, гражданская. И, короче, поехал как-то раз я в электричке в этом дизельном поезде ехал к Байюрному брату и совместно с ним к Байюрному брату. Мне было лет, наверное, 13 или 14. Еду в этой электричке, не электричке, а в этом дизельном поезде. А вот такой деревянный, желтый стулья, брезентовые эти, шторки, эти такие. И что-то я с братом Байюрным поругался, он сел в другую сторону. А впереди сидели мужики водку, короче, мы хотели пить, отбили бутылку, нашли какой-то стакан. А кнева был, они что нюхают, нюхают, подходят ко мне, короче, сует меня стакан такой, говорит, аниру со стакану? Ну, знаешь, так что, с гневом так на меня? Аниру, на полгласке, понюхай стакан. А я не понимаю. Он такой, аниру со стакану? А я все равно, он говорит, аниру, нюхай, сказал. А я не понимаю, что он говорит, или первое, что у меня в голову пришло, плю туда. Я не знаю, почему мне пришло это в голову. Мы просто, что стакан, я думаю, что стакан грязный, может нет воды, может помыть хотят. Я не сообразил, почему. Я думаю, почему он просит меня тогда плюнуть, почему он сам не плюнет? А он еще говорит, ну не знаю, надо плюнуть лучше. И я так смаживаю, как плюнула на стакан. Он смотрит на меня такой, знаете. Такой. Я вижу, понимаю, что сейчас он, короче, меня убьет. Да, такое время было, когда бандитизм был, понимаете. И обычно, когда такие дерзкие вещи делали, это значит, что у тебя хорошая крыша. Я прочитал это в его глазах. Ну, как он сначала думал, такой, убью, а потом подумал, наверное, у него крыша какая-то есть. Да, вот такой, потом там подошел мой брат, начал объяснять, я говорю, что он не понимает. Они там начали водкой потом мыть его. Я просто говорю, спасай, говорю, ситуацию. Нашли как-то консенсус найти, в конце концов. Анируса. Анируса. Ну, я пацан там, ну, раз в 14 лет. А этот брат подошел там с ними, ну, поговорил. Они, короче, взяли, налили стакан водки полный. Говорит, пей. Я говорю, я не пью. Говорит, ты плюнул, ты будешь первый пить. Ну, я понял, что мне лучше его не злить-то, да. Пришел, с ним я, когда стакан хряпал, мне. Я говорю, а закуска есть? Он говорил, пей, красавчик. Я его выбил. Пошел, плохо так, ну, понимаете. Выхожу, выхожу, какой-то мужик с грибами. Я говорю, можно грибочек? Я говорю, ну, я этот сырой гриб. Мужик на меня смотрел вообще. Вышел сырые грибы и ест. У меня много таких историй. Я тогда не верующий был, чтобы вы не сказали, что я верующий водку убил. Ладно, принципы истолкования. Один. Первый принцип. Я закончу маленький перерыв, наверное, немножко здесь тулин уже будет убрать. Или принципе, мы так поместимся, наверное, да? По группам всем. Чтобы, наверное, стулья не двигать. Ладно, хорошо. Значит, первый принцип. Смотрите, вы должны всегда, когда вы получаете откровение, вы должны вот первый принцип, Бог дает истолкование. Бог дает истолкование. Если вы будете смотреть книгу Даниила, там очень много раз, когда были там сны разным царям, символы, и звали Даниила, и говорили, мы знаем, что в тебе Дух Святого Бога. И ты можешь развязывать узлы, открывать всякие тайны и тому подобное. Вот если есть Дух Святого Бога, я говорю, и для тебя нет невозможных, нет тайны, которые как бы не было бы тебе открыты. И Данил говорил, да, что это Бог, который на небесах он открывает. Но самое интересное, когда потом о Даниле какое-то время забыли, и опять был сон, опять было откровение, я говорю, в одни отца твоего, да, был вот так, он поставил одного Данила, который перевалил Балтасара, и он как бы прославился тем, что в нем Дух Святого Бога. Вот эта причина, почему он мог все решать. Вот вас какой Дух вообще? Дух Святой. Значит, у вас также есть вся премудрость, ведение и тому подобное. Вы также можете, написано, что душевный, не понимая, что от Духа, поэтому нужно об этом различать как духовно. А духовный, он разумеет, он размышляет, он обо всем судит. У нас, у Христов. Мы можем с верой, как бы запутанно не казалось откровения, видения, сон, мы можем с верой обращаться к Богу и верить, что Бог даст нам истолкование, потому что в нас Святой Дух и разум, который у нас, не плоской, а духовный, он способен истолковать эти сложные узлы, загадки и тому подобное. Вот первое, не пытайтесь сразу, знаете, как бы рвануться, ну, мы будем говорить завтра, после того, чтобы говорить о некоторых символах, да, ну, допустим, что значит лев, что значит собака, но я иногда, вот в первую очередь, когда получаю какое-то откровение, я даже не обращаюсь вот к этим, как это сказать, справочникам, потому что вообще может другое значить, я к Богу говорю, Господь, дай мне откровение, истолкование дай, а что вообще речь? Я вам даже больше скажу, что я большинству вот этих справочников, я даже и не знаю, но я получаю откровение и получаю истолкование прямиком к Богу, потому что я верю, что это возможно. Вот опять же, вера, она все, как бы, премудрость, эту тайну, сокровенную открывает нам, потому что у меня ум Христос, ум Христос. То есть, первое, Бог дает истолкование, мы полностью зависим от Бога, Бог дает истолкование. Второе, будь чистым и неповрежденным сосудом. Слово Божие говорит так, но твердое основание Божье стоит, имея печать эту, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякие исповедующие имя Господа. И в большом доме есть сосуды не только золотые, серебряные, но и деревянные, глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. И так, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященный и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. То есть, смотрите, я говорил уже, что пророк, любое откровение преломляется через пророка. Любое. Поэтому, если у вас есть горечи, обиды, ревности, зависти, гнев, все эти качества эмоциональные, они будут преломлять откровение. Понимаете? Почему я ему там говорил? Более того, если у вас есть, допустим, рабство греха какое-то, лукавое, есть какой-то грех реальный, которому вы порабощены, она тоже будет преломнает, это все. Грех не способен заблокировать Бога. Не способен, даже в откровении. Бог может давать пророчество даже через Саула, который был уже одержим, примерно. Но вы должны понять, что грех, он тебя, как бы, искажает, он тебя блокирует, и ты уже, как бы, ну, уже не тот. Более того, я вам скажу, что даже всякие религиозные доктрины, религиозные доктрины, даже они искажают. Вы посмотрите, я вам встречал людей, через которых я, ну, я вижу, что через не действует пророческий дух. Я вижу. Но из того, что они такие, как он, традиционные пейсятники, вот, четко прослезываются, что все-таки вот это убеждение, оно, как будто, немножко искажает, вот, вот, это откровение, он получает правильное откровение, и он искренне хочет помочь человеку, но все-таки видно, что оно искажает, и все равно, он, как бы, вот, говорит, ну, если ты этого не понимаешь, тебе, тебе, конечно, есть, понимаешь, он уже скорректировать немножко его, по крайней мере, такой вот, поэтому, есть другая крайность, есть религиозно, а есть, как бы, чересчур, либеральная, да, христианство, когда в другую сферу, какие-то заблуждения, ереси, какие-то, как бы, как это сказать, когда переборщил, да, вот, то есть, а вот так же искажает, поэтому, человек, который движется в пророчестве, должен быть очень ровный человек, эмоционально ровный, и ровный, без уклонов, вправо или влево, он должен иметь баланс постоянно, если он эмоциональный, это будет не то, если у него там, или в одну там крайность, или в другую, или тому подобное, это будет не то, все будет искажаться, что еще очень важно, что будет держать нас чистыми, это любовь, пророк должен быть в любви, запомните, пастырь, учитель, он может жестко обличать, это его функция, пророк тоже может одевать, но пророчествующий, я сейчас обращаюсь с вами как пророчествующих, ну, начальному этапу, это правильно будет, чтобы как бы правильно двигаться, пророчествующий не должен жестко обличать, это не его функция, понимаете, это не его функция, помните, вначале я вам говорил, что есть разные направления, и каждый должен держаться своей функцией, то есть паста, потому что, вот иногда вот видишь, человек сам пришел только к Богу, примерно, да, но какое-то откровение пошел, и начинает там обличать, по церкви там, знаете, людей там, шорох наводить, и ты говоришь ему, слушай, ну, так нельзя делать, это, ну, ненормально делать, мне Бог открыл, знаете, вот мне Бог, ну, если тебе Бог открыл, это не значит, что ты должен прийти там и орать перед всеми, там, в ему струбе, да, ведь тем более, там еще, женщина привела своих неверующих друзей, первый раз на собрание, а ты орешь на нее, что, ну, мне же Бог открыл, люди незрелые в уме, получая реально какое-то, может быть, не знаю, может заблуждение, а может точно попал, но вот такие вещи, то есть, вы должны научить, вы должны быть, держать себя в руках, да, вы должны быть здравы, вот почему Павел говорит, будьте здравы, будьте здравы, пророчество, это та сфера, где больше всего люди впадают в обольщение, в исцелении, в освобождении даже не так, но в пророчестве это сфера, где ты как ходишь между минами, так можно сказать, по минному полю ходишь, и очень быстро можно впасть в обольщение, поэтому я говорю, что вот даже, если вы двигаетесь, у вас должен быть какой-то наставник, кто вас будет наставлять, даже он учитель может быть, даже не пророк, учитель, пастырь, который может вас балансировать, это обязательно, я вам говорю, что очень мощное видение может давать не только вновь, знаете, дьявол Иисусу такие видения показывал, и все царство мира ему показывал, и Иерусалим показывал, дьявол давал видение Иисусу, тебя вам может легко видение давать, и такие мощные, и тому подобное, переживания может давать, поэтому, друзья, здравость, будьте чисто, и любовь, это то, что приносит вам здравость, если вы всегда будете относиться с любовью к человеку, к церкви, ко всем, вы никогда не ошибетесь пророчества, понимаете, если, допустим, Бог мне что-то открыл, про Сашу, да, но я исполнил любви, я думаю, слушай, ну, любовь не мысль зла, как мне это сказать, чтобы не ранить его, не причинить ему вред, ну, наставить, даже если вычетно поднять его, навещание, как бы, увещание, утешение, назидание, как это сделать, то есть, я все так думаю, если кто-то открыл для церкви, кого подумать, то, что я помню, когда я там еще служил, там одну церковь вел, там была одна пророчица, там вставала, прям, перед всеми, Бог сказал, что в этой церкви нет любви, ну, вот такие вот вещи, ну, она это делала, когда был другой служитель, обычно, а потом она, когда попробовала сделать на моем служении, ну, и, короче, ну, раз ты сделала, ну, тогда давай мы разберемся, есть ли мы в этой церкви или нет, и начал прям разбор полета, прям на собрании, прям перед всеми, она такая, ну, это нужно не здесь говорить, это нужно отдельно, я говорю, ну, ты же перед всеми сказал, ты же не отдельно мне сказал, что в этой церкви, давай мы разберемся сюда, короче, ну, и больше она не ходила на собрание, вообще, то есть, вот такие нездравые вещи избегаете, и все время, все время вы думаете, чтобы человеку не принести боль, бывает такое, что Бог открывает, ну, человек решил насилие, к примеру, вот, опять же, нужно подумать, как вот поговорить, чтобы боль не принести еще, да, кому-то скажешь, вот я получил, что я изнасиловал, а было такое было, а другому скажешь, что он закроется, все, Боже с собой не будет разговаривать, вот, нужно понимать, с любовью, все с любовью, слово Божие, да, оно для обличения, то есть, да, слово Божие, оно может обличать, это полно с капелью, может обличать, все, что угодно говорить, я иногда даже делаю такую, делаю такую, как бы, если я вижу такие вещи, я говорю, вот я тебе говорю, а теперь скажу тебе, не как пророк, а теперь скажу тебе, с позиции учения евангельского, и там могу уже обличать, да, то есть, вот, должны понимать, подымать человека быть though чистим сосудом быть самым чистым и любви подымать другого хорошо 3 3 принцип китал простота и естественность разговори нужно быть самой это тоже пункт очень важно потому что очень многие духи обольщение вселяется в пророков вот потому что игнорируют lifting простота и естественность нужно быть собой никогда не нужно играть роли не надо играть роли там знаете вроде сидел нормальный брат или сестра и тут сошел дух господин на меня да и когда сошло люди за голову схватились начинает безобразничать просто и ты говоришь как бы я не против пророчества ну давай как бы не будешь там орать или не будешь вот эти все выкидывать эти варианты человек не понимает а в том числе содержимый когда пытается потому что как ты питаешься в этой сфере играть какую-то роль открываешь на плюхов обольщения поэтому будьте просты не надо ничего вот этот самый иван креститель как он был так и он был одежда было не очень кузнечики из бороды досторчали когда он их не доедал просто лапки дергались то что он не доел был но он такой был но когда он проповедовал там все сбегались к нему очень часто саша приезжаем и потом к нам подходят и говорят я хочу покаяться перед вами мне хорошо что такое когда вы зашли я на вас посмотрел кто такие это вообще все что такое вообще кто такие ну то есть а теперь вот такое то есть пророки они пророче они обычные люди не надо ничего вот такого выдумывать мы отчасти знаем и еще вот старайтесь как можно реже использовать эту фразу так говорит господь господь говорит господь открывает во первых почему даже если господь говорит просто вы должны понимать что пророчество отчасти и она как через тузкость и благодательно и иногда нельзя вот ну можно четко и до конца не выразить то что бог сказал например вот я вот сам как бы вляпался один раз я понял мы тогда ходили по улицам благовествовали я использовал пророческий евангелизм один раз там прям в точку прямо столько мощного такие там человек куда вы знаете вы что там у экстрасенсы это плохо открыл там и все я потом когда уже много раз на выхожу так и иду вижу у мужика там подхожу буду там извините можно вас остановить начиная с ним разговаривать я начинаю там были там вот я так или господь ты там развелся с женой по такой причине вот такой да так говорит господь у тебя твой детей он будет так так говорит господь у тебя старшая дочка будет нет и все и потом благовествую после этого господь не говорит тебе поэтому когда вы вот высвобождаете правильно было как вот так говорит ты знаешь я вижу господь не показывает я вижу или я понимаю что ты развелся по этой причине я чувствую что у вас была вот такая проблема да я допустим у меня есть понимание или я вижу что у тебя двое детей когда допустим сушать я есть понимание что у тебя старшая дочь нет ну него это уже по-другому звучит понимаете то есть человек понимаешь что ты каким-то сверхъестественным способом и получаешь информацию даже если не такой не до конца совершен но уже у тебя будет слушать и поэтому вы знаете новом завете есть только одно место где сказано так говорит у святой когда агав связал руки то есть больше нового за этим мы не видим чтобы это использовать это попытка нанести на себя какой-то духовную это приведет к демонизации вам этого не надо расскажу мы служили в одном городе простая естественность нам привели одну женщину я стал что пророки калечат людей я знал что пророки сводят людей в могилу я видел такое когда пророчество ли ты умрешь вот мы были в одной церкви он человек выгодом гордил спас на пасты о чем будете говорить будем будем в рима выселение только не пророчество почему а у нас пророчек пророчество шестерну что не умрут и все умерли понимаете вот видите как это все может приняться если вам такое пророчество даже не сбудется не стоит своими иисуса христа я благословен да и пенда да и пенда да и пенда да и пенда ажики да и пенда да и пенда но мы решили то есть смотрите или допустим люди говорит я вижу трудности придут болезни 7 лет 7 лет засухи 7 лет восемь лет этого и то подобное не состоится во имя иисуса я благословен и во все что не буду делать буду иметь успех понимаете вот так вот потому что я могу такое может быть и часто может а если вы проглотите вы принимаете духовном мире слова огненный шар такой ком снега опустил и чем дальше он больше 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 пока не раздали и когда такой человек пытается запустить твою жизнь это проклятие на таки способом тебе нужно остановить моментально его потом вы тяжелее постановить если вам вот игру вам зале кому такое пророчество ли и он принял бабы даже разрушить сегодня это разрушить сокрушить и сказать не твои иисуса христа это все неправда это ложь и ересь и заблуждение простая естественность мы служили сашей в одном городе будет каком привели к нам одну сестру я такого еще не видел честно вам скажу пророки довели ее до сумасшедшего дома 20 лет она в непрерывной депрессии лежала много раз психиатрической больницы там на каких-то сильных анти депрессантах но я смотрю на нее женщина реально любит бога понимаете вот она вот видно по ней что она очень сильно любит бога не пришла на домашнюю группу все ты потеряла спасение ты читала сегодня библию и потеряла спасение вот вот такое и женщина вот это вот стресс вошла потом мне там семейные проблемы были и они там еще там как бы это стоит грехов а какие грехов какие грехов вы скажите какой грех вы понимаете чем вы и она впала в очень сильную демонизацию и в депрессию и короче и тому подобное и она приходит сашином а мы уже в баню шли я пришла что вы мне сказали слово бога я понимаю что я никакого слова бога сейчас не надо говорить потому что на этих порочеств у нее вообще почему-то поехала крыша мы тебе пару недоступ расскажем отпустим и она что интересно сказала она говорит я приходил на влашнюю группу и они мне показывали лицо бога сначала прослушали а потом что за лицо бога они говорят смотри и сейчас через мое лицо он покажет как он гневается на тебя и делали там что вы смеетесь лица бога они так затюкали что она вообще какая любовь я не верю что с меня любят и короче и мы говорим я говорю мы где эти пророки час ну один в мире другой там заблудил эти запил ну чё вы не вот мы сами не понимаете в тома пророчества смотрите они все мире да ну вдруг они правы были вот такой вот то есть вот когда люди понимают и пытались имитировать что-то они потом сами ушли в обморочении мир тому подобное будьте очень аккуратны с этим хорошо давайте быстрее дальше а 4 4 пункт очень важный максимально используйте библию ее учению и символику библию очень много символики пророческой ты хорошо знаешь библию видишь какое-то видение ты сразу можешь понять о чем речь понимаете второе своих пророчеств старайтесь как если я вас расскажу если вы не знаете библию и учение символику вам пророчества делать нечего символика библию очень много очень вся библия она там символики начинают их войну возле на вторых смотрите грубо говоря можно хотя бы элементарно понимать понимать даже разницу между новыми ветхим заветом если тоже этого не понимаешь но как ты можешь делиться в пророчестве и сами это вернейся пророческое слово то есть оно тоже было выслали какие-то пророче пророческим духом да прочь духом поэтому вот тот накопленный потенциал накопленные знания которые копили многие пророки и записывали символю как бог говорили как он как он действует во всем все вот эти вот вещи его можно использовать если ты знаешь хорошо библию ты сразу ориентируешься очень быстро в том что в этом языке бога говори если понимаешь что поэтому максимально используйте во вторых смотрите что еще когда ты говоришь какое-то пророчество я все это делаю кроме то что пророчество я после этого стараюсь к этому пророчеству конкретно новозаветнее учения дать понимаете то есть я не просто говорю вот бог говорит тебе нужно послушание там мужик я потом начинающий использовать конкретно учение из нового завета чтобы говорить то есть ваш начать еще новый вы не просто если вы будете делать искать эти просто какой-то вот гадание непрерывно эти годами непрерывно ваша пророчество нужно нести учение конкретно учения нового завета данном случае символик вы можете использовать из ветхого завета научить новозаветно вы должны понимать вот если хотя бы этого не знаешь тебе пророчество делать нечего потому что им пророков который не видит разницы они начинают верхним заветным учением так вот толковать вот видите тут очень важно понимать символика и и конкретно учение давай если вы не будете будете давать учения на свое пророчество это как минимум две пользы будет первое вы реально будете людей обучать и поднимать и второе все ли вы люди по перестану ходить левые потому что есть такие левые приходят а скажи мне штанишки красные купить или зеленые а истолку и мне а истолку мне там порнуху хорошо сети либо толковать языки для этого истолку и меня есть нужда можно ли то есть когда люди будут за слушай я иду к этому пророку но постоянно потом меня пророчество постоянно потом меня учат не хочу к нему ходить и ты хорошо тебе таких людей не нужны нужно такие люди поэтому используйте максимально библию 5 5 не бойтесь толковать современную символику и современные понятия современная символика и современные понятия почему поймите когда бог говорил в ветхом завете те понятия которые он говорил для тех людей были современные для нас они уже могут быть не актуальны когда они были современные короче посмотрите бог не бойтесь если вы допустим можете за человека видите компьютер телефон ноутбук если бог начинает говорить об каким-то математическими понятиями там юридическими или там допустим современным языком то есть не бойтесь этого тоже толкуйте дух святой помогает поможет вам это истолковать допустим смотришь там вижу от тебя на мопеде на глупость какая-то там вижу тебя на дельтаплане как этого библии истолковать ну то есть вы даже поняли что дух святой он может это толкование не бойтесь не бойтесь толковать 6 очень такой интересный пункт 6 7 последнего пункта нас так персональная символика и обстоятельства персональная символика и обстоятельства тоже нужно учитывать эти вопросы индивидуальная символика и обстоятельства или контекст можно сказать этот пункт довольно таки непростой но без него тоже невозможно пророчество дверец посмотрите когда вы видите видение вам нужно понять вот в этом пункте три вещи первое что значит это для пророка второе что значит это для принимающего пророчества и что 3 что значит данных обстоятельств так скажем вам первое что можно дать это пророка второе что значит для принимающего пророчества в данных обстоятельствах почему посмотрите вот если пророк собачник любит собак всегда когда он будет видеть и тени и не собак увидеть что это для него значить это вы какие-то позитивные хороший нам друг верный друг интересно а вот человек который принимает пророчество если он оборот его покусала собаку ненавидится вам а кошек любит у него совершенно по-другому будет понятие поэтому нужно учитывать вот твою персональную символику и его персональную символику и более того нужно учить и какой ситуации жизни сейчас находится поэтому без разговора невозможно примеру если человек если человек тащит мешок денег я вижу чем тащит мешок денег на хорошо или плохо по разному правильно если я спрашиваю у меня нет права у меня честно как бы деньги закончились я вижу что денег и послушаю значит ну господь благословите обильно это хорошо а если у меня супер я бизнесе в шоколаде ты говоришь что дать я вам отдавит просто обон уже видение к одному тоже человеку в разных обстоятельствах можно разной вещи твоя символика чаще всего когда пророк видит видение бог чаще всего говорит ему на языке пророка вот допустим если я сырье я вижу собак допустим он кошатник я собачий здесь я вижу то есть я сначала исхожу из того что я вижу как пророк уже бог мне говорит но бывает такое ты видишь что-то ты вообще не можешь понять о чем речь вот в момент это значит что бог говорит его символикой ты просто ему рассказывай что я все понял я все можно ничего не объяснять что он там понял обстоятельства мы должны быть уверены что мы из контекста не вырвали толкование поэтому почему я говорю без того чтобы поговорить с человеками очень тяжело исполковать что ты увидишь и слышишь что подобное да если видишь допустим простое а молишься за какую-то сестру и видишь что там брат брат у неё и вот спрашиваешь слушай а что там с братом и вот в одни случаях бог говорит у меня брат если только хорошим других случаях у меня брат был умер независимости от того ты уже понимаешь за что молиться чтобы она пережила допустим там бога как ну там иисуса как брата своего там или чтобы у него там или то что бог исцелил вот опять же вот в откровении для столкновения необходимо общаться с человеком последний последний пункт мелочи и общая общая картина и мелочи как можно сказать общая картина и мелочи главные главные детали правят главные детали да подойти напишу же главные детали я тоже хорошо хорошего с этим главное и детали когда вы получаете откровение чтобы правильно его столковать нужно идти в такой последовательности вы сначала пытаетесь понять что главное в очередном тренинг а потом детали разбираться если вы поймете в обратном пути то вы скорее всего ваша верность то есть если мы начинаем детали копаться и речь была это очень непонятно это виду под откровение сон или то подобное сразу главное апостол петра что главное бог сказал мне не почитать этого человека нечистыми риски все вот вот это самое главное то что он видел это видение стоящая с неба там полотно этого подобное так и вы когда вы получили после дня до или получаю слова я увидел очень панорамное допустим видение я останавливаюсь и сразу же вопрос на не предложением отчего о чем это видение так это видение о том чтобы он двигался дальше допустим каком-то направлении хорошо а теперь а что значит эти детали и я могу смотреть потому что некоторые детали какое-то значение имеет а некоторые вообще не имеют притчи иисуса притчи иисуса когда он гречу что в конце говорю об логаре главное что назначен но вы заметите что очень многие пищи речи вот детали которые не находятся что он значит они не имеют никакого значения не просто для красоты данных для красоты когда мы видим какое-то от бога ведения или откровения очень часто бывает детали которые там вставлены просто для красоты причем даже на очень заметные детали поэтому мы начинаем от главного идем к деталям если они имеют какое-то отношение и тогда мы всегда правильно истолкую хорошо применение буквально на 10 минут это было принципы истолкования 3 3 и так так еще раз целостное пророчество состоит из чего получили откровение истолкование и последнее применение ну друзья один пункт применение назовешь так но если все для истолкования вы должны знать там только один пункт но если пророчество исполнится если если ты что-то вот сделаешь по пророчеству 95 наверно процентов пророчеств и того подобное они сказано так что после этого тоже что-то сделать прекратите бегать скажи мне слова скажи мне словно шаги расскажет бог сам вышнира вы когда-то рассаживали бесполезно потом очень сильно пожалеет теперь нужно делать нас мы боксом не то что мы ожидали ну такое вот принцип гадания он такой значит закричать гадальщики они бегают скажи мне слово скажи мне слово а что ты сделал с прошлого то я тебе сказал как такое отношение вот я допустим по воде наркевич если помните два года мы сказали пророчество и он до сих пор не просит такое вот как мне сказали что я по нему двигаюсь два года назад я двигаюсь у меня получается это у подобное вот мы были даже вот в уфе до год назад мы сказали пророчество пастору два года назад тоже и вам сказали до сих пор переслушать на двигается по нему то есть вот вы будете подходить бог будет давать слово будет давать чаще всего но вы должны понимать что когда вы получите слово это налагает на вас на какую-то ответственность но сейчас когда вы не практиковаться был бы выдавать такое что не будет налагать на вас ответственность просто чтобы храбрости до выжить чтобы не боялись но вы должны понимать что вот применение она как и получил снова получил слуха тебя теперь как бы ты должен это делать иначе ничего не будет получаться будущее о вариативное какое бы тебе не говорили самое крутое пророчество если ничего не будет делать ничего не состоится 95 процентов пророчеств который говорится они требуют от тебя какого-то результата и 5 процентов пророчеств они говорят что это состоится независимо ничего вот примерно так вот высвобождаетесь толкуется и бог это состоится все 100 процентов вот это единство что они требуют от тебя кроме того что ты приготовился к этому приготовился еще смотрите иногда бывает такое вы замечали такое дурное предчувствие но есть вот негативные ожидания плане страха а если ты чувствуешь из духа приходит какое-то вот опасение и и это случается вы замечали то есть случается это и ты такой вместо того чтобы понять как это работает и теперь начнешь бояться приходится когда бог предупреждает вас о чем-то плохом он не горит от того чтобы испугались он говорит это для того чтобы принял меры и это не состоялось а если бог это состоится все равно то ли по крайней мере нужно приготовиться к этому чтобы встретить это как полагается если ты чувствуешь ой наверно болезнь какая-то придет ты не жди и и начинаем молиться по и месяцу я блокирую не справится не состоится только состоится что он принял от бога дьявол я блокирую потому что то что бог говорит он даже не говорит то что то что он для тебя предназначил просто говорит что дьявол сейчас планирует вокруг тебя а мы вместо чтобы брать теперь меры какие-то мы пугаемся если господь сказал начнем убеждать терпеть вот этот я слышал может быть у вас просе ноги на показывать и показывать этот шаттлс форт такой или я сейчас не знаю ну такой мощный служитель высцеления его рассказа встретил людей верующих и они в таких проблемах жили 21 год назад кто-то не пророчествовал вас ждет 7 лет нищеты 7 лет там смертей 7 лет разрухи и после этого я благословлю вас короче и они 21 год прошли в этом все возможно он увидел это в духе это было правда это было то что приготовил дьявол неправильно интерпретировал и они приняли это как ну свою участь от года а он должен был сказать это приведу на вас дьявол противостаньте ему и это не состоится потому что ну что-то сделаете вот когда вы чувствуете применение когда вы чувствуете что-то плохое надвигается начинаете действовать что-то делать против чего-то против чего-то противостоять два места интересных 1 3 царств 17 глава с 8 по 16 стих и было к нему слово господне встали пойти в сарепту седонскую оставайся там и я повелел там женщине вдове кормить тебя я повелел там женщине вдове кормить тебя и стал и пошел в сарепту и когда пришел квартал города вот там женщина вдова собирает дрова и подозвал он ее и сказал дали немного воды в сосуде напиться и пошла на чтобы взять и он закричал вслед ей сказал сказал возьми для меня и кусок хлеба в руки своей она сказала жив господь бог твой у меня ничего нет печеного а только есть горсть руки в катке и немного масла в куршине и вот я наберу полено полено два дров и пойду приготовлю это для себя и для сына сына с моего моего сидим это и умрем то есть бога я повелел не но женщина похоже не знала что больше ты повелел она ничего не знала это бокал я уже повелел и и сказали как пророчество меняет будущее вот что женщина разве не правда сказал он сказал правду вы все это моя луч и смотрит пророчество от бога меняет меняет будущее и сказал или не бойся пойти сделай сделай что-то что сделать то что я сейчас высовываю слово божье пойти поди сделай что ты сказала но прежде из этого сделай небольшой преснок для меня и принеси мне а для себя и для своего сына сделаешь под после и вот так говорит господь бог израиль мука в катке не истощится и масло в уши не не убудет до того дня когда господь даст нож на землю и пошла она и сделала так как сказал или и сделал и кормилась она и он и доме и несколько несколько времени мука в катке не истощалась и масло в уши не не убывало по слову господа которая он и взлет через илию видит будущее а она может меняться прочее слово она меняет будущее но то чтобы войти в это слово нужно двигаться в послушании этому слову применять еще на место тоже интересно 4 царств 13 глава 14 по 9 стих елисей заболел болезнью от которой потом и умер и пришел к нему и у вас царь израильский и плакал над ним и говорил отец мой отец мой колесница израиля и конница его так как элисей говорил и лизате когда или я возносился или сит эти слова говорим и у вас решил сыграть понимаете подмазаться и сказал ему или сей возьми луки стрелы вот сейчас начинается пророческое действие открывается как портал новое будущее то есть у него были проблемы у него там война там и тому подобное и почему почему он пришел пророк он знал что пророчество слово изменяет будущее изменяет судьбу и пары как начать или сеть возьми луки стрелы и взял лук и стрелы и сказал царю израильского положи руку твою на лук и положил он руку свою и наложил или сей руки свои на руки царя то есть что-то в духовном мире включались открывались духовные порталы и сказал он а твари окно на восток и он отворил и сказал лисей выстреле и он выстрел и сказал эта стрела избавления от господа из это сделает избавлением господа из-за этого избавления против сирии и ты поразишь сириан в афеке в конец высвоил пророчество вас на прочь суда теперь смотрите дальше проходит всего лишь даже минуту не проходит и сказал елисей возьми стрелы и он взял и сказал царю израильскую пей по земле и он ударил три раза и остановился и разгневался на него человек божий сказал надо было бить 5 или 6 раз тогда бы попил бассириан совершенно а теперь только три раза прожившийся одно из одной минуты не прошло и царь не вошел в свою свою судьбу о вашему как наполовину понимаете наполовину то есть видите наши действия она определяет пророчество исполнится вообще или спорта можно войти на половину пророчество на половину то и многие говорят вот мне были пророчества но не все ну что маска скл gibt исполнилась в моей жизни ну конечно несет несу сделать весь мы видим на примере что очень важно чтобы мы действовали с верой по по этому слову Поэтому, дорогие мои, тема пророчества очень обширна, очень большая. Она занимает у нас 4 дня, но мы сегодня ее сделали за 7 часов. За 6 с обедом. За 6. Слава Господу. Главное, смотрите, когда мы сейчас немножко сделаем перерыв небольшой, и после этого придем и будем начать практику. У нас 2 часа еще практики будет. Главное, смотрите, что. Главное, чтобы вы помнили этот скелет. Скелет пророчества, ну или как это сказать, да? Три этапа для целостности. Помните, вот 5,5 духовных чувств. Вот эти вот 7 принципов истолкования, ну и, конечно, применение такое. Главное, держите это все в голове, чтобы это происходило. Тема пророчества очень обширна. Друзья, послушайте. Тема пророчества очень обширна. Но ее можно изучать всю жизнь. Я вот знаю, кто двигается, как пророки. Они вот все изучают глубже, глубже. Познают нюансы и тому подобное. Но вот то, что было сказано сегодня, это вот так вам. Просто вот так, чтобы начать двигаться, двигаться успешно и эффективно. Будь то в своей жизни, в служении и тому подобное. И так далее и тому подобное. Поэтому путь благословит вас, давайте мы помолимся сейчас. Помолимся и уйдем на небольшой перерывчик, минут 10. Хорошо. Вы готовы помолиться, чтобы это слово было растворено верой? Да? Хорошо. Все просто, правда? Пазл собрался. Раздрозненные переживания теперь собрались. Теперь вы знаете, как это все пользоваться эффективно. Хорошо, закройте глаза. Закройте глаза. Давайте мы поем эту пророческую волну. Я спою во имя Иисуса Христа. Я спою во имя Иисуса Христа. Станет плотью жизни каждого человека. Станет реальностью жизни каждого человека. Во имя Иисуса Христа. Сейчас. Сейчас. Ты дух нечистый, который сдерживал. Ты дух нечистый, который сдерживал этих людей. Который сдерживал Божьим пророком. Во имя Иисуса. Правда, сейчас мы сокрушаем тебя. Мы связываем тебя. Во имя Иисуса. И мы говорим, пророческая активация сейчас происходит. Мы говорим, что все это пророческое помазание будет действовать во имя Иисуса. Будет действовать, блюда, во имя Иисуса Христа. Скажите, будет действовать во мне, скажите. Прямо сейчас. Правозащитие. Будет действовать во мне прямо сейчас. Мы говорим, всякий дух религии. Всякий дух заблуждения. Прямо сейчас. Всякий дух, который блокировал духовный рост. Всякий дух ослепления, всякий дух опьянения, всякий дух отупления, во имя Иисуса Христа. Мы отделяем вас Словом Божьим. Сейчас. Сейчас. Для того, чтобы чистое пророческое повозание и текло очень на текло деле, во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Я приказываю всем этим религиозным духам, всем духам, которые блокировали пророческое повозание во имя Иисуса. Вон убирайтесь прямо сейчас. Вон убирайтесь во имя Иисуса Христа. Я продолжаю. Божьи ангелы сейчас работают. Производят действие. Божий дух сейчас. Производят прорыв. Открываются духовные окна, духовные двери. Прямо сейчас. Духовные возможности. Духовные полномочия. Сейчас. Открываются до многих. Во имя Иисуса Христа. И мы верой сейчас берем это. Входим в это. Мы говорим, всякое ложное, всякое ложное смирение во имя Иисуса сейчас мы отвергаем. Господь, мы готовы двигаться, мы готовы принимать. Это пророческий поток. И входить не просто по лодыжке, не просто по колено, не просто по грудь. Входить полностью. И чтобы быть сведущими, понимающими, понимающими в этом потоке разумение и мудрость и понимание в этом пророческом потоке сейчас во имя Иисуса. Я возглавляю духов и разумения при мудрости и откровении и понимании. Да даст Господь понимание во всем. Пусть открывается с сердца для понимания Писания, для понимания откровения во имя Иисуса. И пусть изменяется жизни. Пусть изменяется будущее. Пусть сегодня будет познание, что из воли Божьей, благая, угодная и совершенную. И пусть сегодня будет в совершенную волю. В совершенную волю. Во имя Иисуса. Благодарим тебя, Господь. Давайте молитесь на языках. Воспламеряйтесь. Поверьте, что это ваше. Поверьте, что это ваше. Это принадлежит вам. При Иисусе Христе. Через Духа Святого. Это ваше наследие. Это принадлежит вам. Это то, в чем вы должны жить. Существовать, двигаться и служить. Во имя Иисуса Христа. Благодарю тебя, Господь. Сейчас высвобождается. Высвобождается. Пророческие души. Спасибо тебе, Господь. Сейчас просто пейте. Пейте это пророчество. Пейте и принимайте свою внутренность. Не просто поверхностно. Просто пейте эту духовную волну. И принимайте веру. Это свою внутренность. Пусть это пророческий дух. Прямо из глубины вашего естества. Насчет действия. Во имя Иисуса Христа. Словами и делами. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, Господь. Благодарим тебя, Господь, за все это. Поток Божий. Поток Божий. Поток Божий. Переживите этот поток. Переживайте этот поток. Переживайте этот поток. Поток. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь. Сейчас то, что дьявол внедрил в разум, исторгает за волосы. То, что дьявол внедрил сейчас. Я обращаюсь к тому, что дьявол внедрил в разум всякую свою ложь. Я исторгаю ее во имя Иисуса. Всякая твердыня во имя Иисуса. Исторгнись Бог. Исторгнись Бог. Всякое растение, которое не Отец Небесный насадил, будет искоренено. Во имя Иисуса мы искореняем. То, что насадил сатана во имя Иисуса. Исторгнись Бог. Спасибо тебе, Иисусе. Наши оттараты побежали. Спасибо тебе, Иисусе. Хорошо. Возложите руки на свои глаза. Возложите руки на свои глаза. Во имя Иисуса я продолжаю сейчас. Открываются глаза. Открываются глаза. Открываются глаза дьявол. Всякий дух ослепления уходит прочь. Мы принимаем это душевное и духовное исцеление. Открыть твои глаза, чтобы видеть свет Евангелия. Чтобы видеть твой свет. Во имя Иисуса. Возложите руки на уши. Сейчас во имя Иисуса Христа мы принимаем исцеление наших ушей. Во имя Иисуса Христа, чтобы слышать твои сокровенные слова. Во имя Иисуса. Возложите руки на сердце. Прямо сейчас мы принимаем пророчески. Мы принимаем в послушании эту истину о новом сердце. Сейчас во имя Иисуса мы говорим, что у нас новое сердце. Новое сердце, которое ты нам дал Иисус. Новое сердце живое, на котором уже написаны твои законы. Написаны твои откровения. Во имя Иисуса Христа. И мы научены уже всему. Сейчас мы совершили эти пророческие действия, Господь. И мы благодарим тебя, потому что ты подтверждаешь. Подтверждаешь и будешь подтверждать. Ты будешь подтверждать, что все это правда. И даже сегодня, Господь, во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Иисус. Аллилуйя, Господь. Спасибо тебе. Возвольте славу Иисусу Христу. О, Господь. Хорошо. Друзья, сейчас ваша перерыв. И после этого не уходи далеко.